Друзья, сегодня мы поговорим о выдающемся педагоге, академике, министре посвящения. Мы поговорим о Каирове Иване Андреевиче. Каиров Иван Андреевич родился 26 декабря 1893 года в Рязани. Это был выдающийся педагог, академик Академии педагогических наук СССР и министр просвещения РСФСР с 1949 по 1956 год. Иван Андреевич был из семьи банковского чиновника и как любящий сын поступил в 17-м году на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. И надо отметить, что он первый, если сказать можно не единственный, среди министров посвящения был настоящим педагогом и был одним из последних ученых педагогов, которые успели получить высшее образование в девариационный период. С 1920 года Иван Андреевич уходит на административную работу в органы управления совхозами. Уже спустя три года, в 23-м году он становится заведующим отделом сельскохозяйственного образования Московского областного отдела народного образования, а затем становится начальником главного управления профессионального образования наркомпроса РСФСР. Иногда можно встретить в литературных документальных источниках любопытные факты, что в эти же 20-е годы Каиров на общественных началах занимался то классным руководством, то руководил одной из московских школ. В 25-м году он начинает преподавать на высших педагогических курсах при Московской сельскохозяйственной академии имени Теремирязева. Впоследствии начинает работать в Московском агропедагогическом институте в должности заместителя директора Наушно-исследовательского института сельскохозяйственных кадров и заведующим сектором сельскохозяйственного образования школ. В 29-м году будущий министр становится доктором педагогических наук. Каирову на тот год было всего лишь 36 лет и он был поразительно энергичен. Работу по административной части он совмещает с преподаванием в педагогических вузах. Звание доктора педагогических наук позволяет ему занять должности заведующего одной из старейших кафедр педагогики при втором МГУ, сегодняшний это Московский педагогический государственный университет и в Пермском педагогическом институте. Позже, в 33-м году Каиров, конечно, сменит место работы, но сохранит должность. Теперь это будет должность руководителя Московской сельскохозяйственной академии имени Теремирязева. Возглавлял он также педагогическую секцию учебно-методического совета Наркомпроса РСФСР. Он являлся главным редактором журнала «Советская педагогика» и научным руководителем лаборатории необщих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР. Внимательный слушатель заметит, что для педагога и чиновника у Каирова слишком много связей с сельскохозяйственным сектором. И это неудивительно, что с ним же и связаны основные достижения Ивана Андреевича в деле народного просвещения. Так, будучи президентом Академии педагогических наук РСФСР, Каиров внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственного образования в СССР. При нем была создана сеть высших и средних сельскохозяйственных учебных заведений, а сам Каиров становится автором первых пособий по вопросам агропедагогики и методики распространения сельскохозяйственных знаний. Надо отметить, что при его непосредственном руководстве и участии были созданы первые учебники по педагогике, в которых теоретический материал был изложен с учетом возрастных особенностей детей и выявлены были достижения педагогической мысли того времени. Иван Андреевич Каиров никогда не отказывался от полевой работы. И в должности президента Академии и на посту министра он умудрялся руководить и педагогическими лабораториями, и опытной работой по исследованию проблем организации воспитания детского коллектива и в школах Москвы, и в школах Тульской области. Ну, например, Яснополянская школа-интернат. Что важно для того времени и для нынешнего, Каиров выступал за привлечение творческой интеллигенции к изучению проблем воспитания и обучения детей. Согласитесь, очень актуальное решение. Экспериментальная работа по нравственному развитию детей под его руководством была обобщена им в книге «Азбука нравственного воспитания» 1975 года. Каиров являлся одним из членов ряд коллегий по изданию собраний сочинений Антона Семеновича Макаренко, Надежды Константинной Крупской и Станислава Тофиловича Шацкого. Кроме этого, он был главным редактором педагогической энциклопедии, педагогического словаря. Также он одним из первых предпринял попытку обобщить опыт Академии педагогических наук РСФСР в очерках деятельности Академии педагогических наук РСФСР, которая вышла в 1973 году. Государство отметило его заслуги наградами. Он был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции и многочисленными медалями. Кроме этого, в 1963 году он был награжден звездой Героя социалистического труда. Спасибо. Предлагаем вам познакомиться с трудами Ивана Андреевича Каирова, которые хранятся в фондах библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. В издании освещается вопрос о дружбе и товариществе в воспитании детей. Указываются методы воспитания дружеских связей между детьми. Педагогический словарь представляет собой энциклопедическое издание по вопросам теории и истории педагогики, отечественной и зарубежной, практики народного образования и передового педагогического опыта. В педагогической энциклопедии сосредоточены педагогические знания, накопленные человечеством на протяжении веков. Наибольшее внимание в энциклопедии уделено основным психолого-педагогическим вопросам воспитания и образования подрастающего поколения, общим вопросам педагогики, дидактики, методике обучения, внешкольной и вне классной работе, а также педагогической и детской психологии и физиологии, дефектологии. Отдельное место уделяется вопросам, которые не относятся непосредственно к педагогике. Статьи медицинского содержания, статьи о состоянии народного образования в СССР, в союзных и автономных республиках и в зарубежных странах. Энциклопедия также содержит статьи об отечественных и зарубежных педагогах и просветителях, справочные статьи об отечественных и зарубежных членах корреспондентах Академии педагогических наук РСФСР, докторах педагогических наук. Очерки деятельности Академии педагогических наук РСФСР освещают не только историю ее организации и становления. Главная цель книги – показать, как развивалась педагогическая наука в очень сложные ответственные периоды жизни нашей страны. В условиях Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления народного хозяйства и дальнейшего укрепления социалистического государства. В монографии рассмотрены теоретические проблемы и возрастные особенности нравственного развития детей младшего школьного возраста. Книга адресована научным работникам, учителям начальной школы, студентам педагогических вузов. В книге рассматриваются актуальные проблемы творческого применения наследия Антона Семеновича Макаренко в условиях современной общеобразовательной школы. Значительное место отведено освещению соответствующего опыта передовых педагогических коллективов Воронежской области. Издание адресуется широкому кругу читателей, практическим работникам школ, преподавателям и студентам пединститутов и университетов, родителям учащихся. В основу работы выбор профессии, профессиональные профили агроработников в сельском хозяйстве, положенные материалы, собранные экспедиции Московского агропедагогического института на Северный Кавказ. С перечнем работ Ивана Андреевича Каирова, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные здания доступны для работы в отделах библиотеки.